но ваш вопрос меня просто несколько ставит в тупик я даже не знаю чего вам ответить но в соседний магазин не пробовали зайти ради деталей может там подвезли свеженькая не подвезли да ну куда бы еще то позвонить может куда-то вы все-таки выбросили дефицит я хочу поделиться теми наработками которые я сделал порядку 10 лет над этим работаю вот и собрать единомышленников чтобы сделать реально работающие устройства поставить их на поток это получается по технологии которые я предлагаю можно сделать достаточно быстро ну а что за технологии кому вы ее озвучивали александр так бы никому не озвучивал просто это сделал ряд статей и получил на них авторство то есть ну отправил авторское агентство там это все фиксировали вот и сделал ну свои частные опыты то есть как бы тут круг людей которые со мной контактируют они в курсе но помочь одни мне мало чем могут потому что они совершенно другой сфере другим занимается и соответственно не могут они помочь мне хотелось бы найти единомышленников чтобы вот вместе это все организовать и сделать но единомышленников но бывает у людей годы уходят чтобы реализовать ту задачу которую вы говорите да понятно но вы своими руками что-то вы своими руками конечно так чего у вас лаборатория потратил я то есть у меня есть наработанное решение по которым можно это сделать быстро то есть я эту работу взял на себя ее сделал и теперь у меня как бы есть методика как это все сделать ну хорошо следующий вопрос вы готовы с этим поделиться с мировым сообществом или вы хотите на этом зарабатывать я хочу и поделиться и зарабатывать а как вы думаете как вы хотите заработать если вы поделитесь как вы видите этот механизм ну как обычно же есть же такие эти кто открытые лицензии то есть как вот open office как это все такие вот такого рода вещи то есть чтобы это помогли граждане повторять сами сами могли повторять да то есть это берешь открываешь технологию люди если смогут делать сами то есть принцип как технологии доступны для кустарного изготовления можно делать и производством миллиардами штамповать то есть это для производства этих вещей этих источников не потребуется что-то такое специальное это все уже есть просто их адаптировать под эти вещи и соответственно все будет работать понятно а что по поводу что по поводу опытом что какие есть результаты опытов ну наподобие того что вот я дал ссылку есть источник который потребляет мало дает энергии много раз больше поэтому не источник источник это аккумулятор или розетка это источник вы подразумеваете наверно какой-то преобразователь на который подается мало преобразователь да преобразователь который включаешь либо в сеть либо от инвертора вот он допустим потребляет там ну 100 ватт или там 50 ватт а на выходе дает скажем там 2000 ватт то есть два киловатта а с него можно это подключать потребителя не ограниченное количество но вы этот опыт уже провели ну я провел это лет восемь назад на другом ключе то есть я эффекты эти получил а делать этого там не ограниченное количество конечно я не пробовал то есть я сделал до трех экземпляров то есть два двух экземпляров так но это как бы получается что можно делать всегда то есть по паре берешь ставишь и соответственно там это все наращиваешь хорошо если вы делали какая сейчас вам нужна помощь зачем вам нужны единомышленники что что нужно ну это надо показывать рассказывать ну как мы сейчас с вами общаемся как вы себе это представляете вы видеокамеру включите прямую трансляцию мы запустим как вы себе это видите наверное да то есть нужно наверное взять показать это и человек который будет оппонировать он будет задавать вопросы и тогда вот в ходе этого всего вот в одни какая-то определенность наверное вот так вот хорошо смотрите наш с вами разговор сейчас я записываю на видеокамеру если вы дадите добро я смогу смогу этот сюжет выложить в сеть интернет таким образом люди которые интересуются тематикой которую вы озвучиваете и которая озвучивается на канале смогут изучить значит работы Ивана Капица соответственно и связаться с вами так ну наверное не сейчас то есть я подготовлюсь чтобы это показать не они с вами с вами там в другое время я просто вообще говорю что вот алгоритм которым я работаю чем могу быть полезен мне звонят люди я записываю сообщения просто потом люди хотят чтобы я от их имени начинал ну что-то рассказывать но это же испорченный телефон поэтому я включаю камеру и записываю как от первого лица происходит общение то есть вы наш разговор отправите в сеть да могу отправить сеть могу отправить сеть по ссылке вы посмотрите если все корректно тогда откроешь широкий доступ так хорошо а у ярослав а на вашей производственной базе это можно вообще делать ну как таковой производственной базы у нас нету своей собственной мы взаимодействуем с партнерами и пока партнеры не поймут ну предварительных экспертных заключений ну те кто связан с металлом они не начнут резать там гнуть ну резы гнуть металлы тут как бы это не моя тема то есть это наверное только может быть пригодится там для того чтобы делать внешнюю упаковку какой-то там форм-фактор организовать то есть какие-то там корпус этих источников этих преобразователей да а что нужно тогда сама а сама начинка должна быть электроника то есть это очень похоже на схемотехнику индукционных плиток а основное вот это вот то что придется делать это трансформаторы катушки причем воздушные но это надо делать или это можно закупать это надо делать то есть это можно сделать как бы определиться с технологией как лучше делать а дело в том что основной элемент который вот там вот будет катушка которая будет служить для того чтобы организовывать подключение неограниченным количеством потребителей это должна быть катушка который не будет как такового электрического тока то есть там будет токопроводящая часть она может быть сделана выполнена тонким проводом без разницы какой толщины может быть тоньше волоса то есть это можно сделать вообще либо травить ее то есть ее можно не мотать ее можно как вот печатная плата делается то есть вытравливается проводящий слой так же можно делать это вот есть такие эти маркеры на магазинах то есть там на вещах делают специальные нашивки чтобы там не пройти через систему вот ну не стащили вещи в общем через там специально вот эти вот стоят эти метки локаторы которые метки вот такие же вот то есть эту технологию можно сделать вот как-то так я вот у себя пробовал что-то сделать я взял просто наоборот пленку такую для принтера которая самоклеящаяся и на нее на клеевой слой нанес вот это вот обмотчий провод вот так вот у меня получилось ну это муторно долго поэтому можно сделать такой нужен первый прототип если вы говорите что вы делали нужно увидеть первый прототип что он что он выдает потому что наладить производство технологию изготовления это уже детали да 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 ну это то что там у вас на канале там было допустим катушки мышины да то есть вот типа того ну я лично это не делаю но знакомые это делают можно всегда обратиться они посмотрят сюжет оборвут вам телефон потому что они все ну заинтересованы своей мощности занять то есть это это только кинь клич конечно ну вы что думаете катушки продаются тысячными тиражами что ли вот а источник энергии нужен каждому вопрос убедиться что это работоспособно 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 я сейчас скажу принцип на словах будет понятно что это работоспособность этого принципа на словах ну инженеры на словах ну как вот это вот на словах не ну я поясню чем я это покажу потом то есть я скажу на словах обрисую на словах ну конечно давай людям интересно рассказывай хорошо я сказал значит принцип такой колебательный контур катушка и конденсатор механическая навык это качели угу вот колебательный контур в нем катушка значит служит как накопитель кинетической энергии а конденсатор как накопитель потенциально электрической энергии вот если перейти к механическому аналогу то есть качели или маятник там то соответственно если у него вот эти вот силы инерции во много раз превышает силы трения допустим эти качели там ну узел вращения вот этот вот подшипник да относительно которого она раскачивается трение в нем маленькое то есть качель ты один раз столкнул она будет качаться достаточно долго то есть вот на один допустим отклонил ее допустим из нижней точки на 90 градусов поднял потом отпустил качель вернется там вниз отклониться в противоположную сторону вернется обратно вниз и так будет продолжать затухающие колебания то есть на одно движение там на 90 градусов ее поднял и получишь там в десять раз сотни раз больше движения чем ты затратил вот в этом основной принцип то есть это как бы давно известный принцип что он давно известный но он давно известный но никому не удалось снять положительную работу положительную нагрузку да да то есть считается что вот это вот колебание это в этом контуре происходит постоянный переход потенциальной энергии в кинетическую а в электрическом контуре происходит постоянное колебание энергии значит из электрической в магнитно и туда и обратно вот это как бы такая энергия не является полезной то есть нам нужно чтобы было все вместе И потенциальная, и кинетическая, полная энергия, вот это вот нам то, что надо, чтобы грело, чтобы осветило, вот нам такое надо, то есть то, чтобы работало на трение. Если вот эту катушку сделать, к этой катушке положить сверху еще одну катушку, то есть получилось как бы у нас трансформатор, и уже к этой второй катушке она в этом случае будет являться вторичной обводкой, подключаем потребителя, то, соответственно, мы эту энергию снимаем. И получаем уже, ну, если к потребителю подключаем, ну, в качестве потребителя что-то полезное, там, лампочку или какой-нибудь там ТЭН, соответственно, либо светим, либо греем, то она эту энергию отбирает, и, соответственно, получаем полезную энергию на выходе. Но, когда подключаешь эту штуку, потребитель, он зараза начинает это, влияет на этот контур, и тот начинает жрать. Угу. Вот. Ну, это получается только когда вот подключаешь эту потребитель, лампочку, там, к двум концам этой вторичной катушки. То есть, когда цель замкнута, она, соответственно, влияет на первичный контур. Так вот, задача-то избежать этого, чтобы влияние, чтобы контур, вот он работает там, раскачивает это 2000 киловатт, потребляя при этом из сети, там, 50 ватт. Ну, это когда, получается, станет свободно, холостого хода, то есть, когда потребитель не подключен. А когда потребитель получаешь, он начинает жрать больше. Надо состояние вот этого холостого хода, то есть, как бы, когда вторичная цепь не замкнута, сохранить. Это получается когда? Когда вот эту катушку вторичную берешь, подключаешь, вот в случае с Иваном Капецом, там, получается, он подключает это через землю. То есть, можно один край, один конец катушки вторичной подключить к одному терминалу заземления. А второй конец катушки потребитель уже, подключить уже к потребителю. То есть, к лампочке, к ТЭНу, одним концом. А второй конец этой лампочки, там, или ТЭНу, ну, потребителя, уже ко второму терминалу заземления. То есть, у нас цепь замкнется, вторичная, напрямую не замкнется. она будет условно разомкнута, но она будет замкнута через землю. И при этом влияние она оказывать на первичный контур не будет. Таким образом, подключая потребитель, мы сохраним потребление в том минимальном размере, как это было бы в режиме холостого хода. Трансформатор. Это вариант капеца, когда он может только себе позволить, что у него есть хорошее заземление. Соответственно, это не мобильное устройство. Нельзя его поставить в мобильном использовании. То есть нужен именно терминал заземления. У него есть вариант, когда он использует без терминала заземления. В этом случае у него нагрузка, получается, работает, но потребляет он, выигрыш у него получается меньше. То есть он, получается, выигрывает где-то в потреблении, ну, в 2-3 раза. Вот так вот. То есть он от сети потребляет там одну единицу мощности, а на выходе получает у него в 3 раза больше, там, вот так вот. Ну, это тоже хорошо. Это тоже хорошо, но не так, как вот если он делает от земли. Там вообще влияния на первичный контур нет. Теперь мой вариант. Если в качестве вторичной катушки поставить катушку с большим количеством витков, то есть раз в 4, в 5, в 8 больше, чем в первичной катушке, то есть в первичной вот этой вот контуре, то там получится как бы повышающий трансформатор. Можно создать такое повышающее напряжение, которое будет передавать энергию по атмосфере. То есть порядка там 2-3 силовольт. При этом берем ее, оставляем разомкнутой катушку и к ней, и вот эта вот катушка высоковольтная, она получается у нас такая же. Берем несколько экземпляров, то есть сколько нам надо, но уже последующие их блокируем по 2 штуки. И уже к ним эти катушки связаны уже с этой катушкой, которая стоит на первом контуре, запускающем. У нас, получается, мы соединяем их одним концом только. То есть второй конец вот этой вторичной катушки, он у нас витит в воздухе и, соответственно, не замкнут. И уже к этой катушке мы делаем уже свои контура. Ярослав, я понятно говорю? Или уже, наверное, часть не очень понятна? Ну, лично мне не особо, но думаю, что специалисты, кто катушками-то занимается, у нас в Усово и иные, для них это, ну, азбука, наверное. Ну, смысл в том, что вот вторичный контур в этом случае получается не замкнутый, и он тогда не влияет. Вот и все. А к этому вторичному контуру подключаешь потребители, каждый потребитель из них будет представлять из себя то есть первичный контур, то есть эта катушка и конденсаторы, которые как стояли вот в первичном источнике, то есть в первичном преобразователе. Будет такая же высоковатная катушка, и будет еще съемная катушка, которая будет непосредственно подключена к потребителю. То есть вот эта высоковатная катушка, она будет тиражировать эту энергию, информационно передавать ее для контура полебательного. Тот ее будет аккумулировать и преобразовывать уже для потребителя. Я получал это. Да, да. Да, слушай. Статья, ты говорил, статью ты опубликовал. А где статью прочитать? Статья? Ну, могу бросить. Так-то я копируюсь от права. Ну, в статье это описано, то, что ты сейчас вот рассказываешь, это описано? Да, да. Описано. Хорошо. У тебя на рабочем месте в лаборатории можно это продемонстрировать, то, что ты описываешь? Частично, да. У меня нет возможности для заземления, то есть это показать. и катушка у меня вот именно высоковольтная одна. То есть ее делать мне было очень заморочно, я на нее там месяц потратил делать. Ну, я говорю, что вот у меня как-то таких условий нету, и только свои руки, и, соответственно, вот это получается тогда. Хорошо. Давай пока сюжет у нас 20 минут, я выложу этот материал уже 25 минут, и посмотрим обратную связь. Ну, предварительно. Первый контакт установили, сейчас ребята из лаборатории в течение дня найдут время, послушают, послушают, о чем идет речь. В соцсетях я скину материалы. Ну, и все, и будем. Так, Ярослав, такой момент. У меня трудная ситуация, то есть сейчас получается у всех трудная ситуация, да, кстати говоря, по поводу этих всяких вот ковидов и прочее, все вот это вот. С Болотом же ты, Ярослав, контактировал? Ну, давно уж, лет 10 тому назад. Ну, вот у нее есть там статья про то, что там крокодиловая кровь, типа там ни одна зараза не берет. Так. Ну, вот, то есть был опыт такой, в советское время, показы по телевизору, там взяли в чашку Петри, всякую там смертоносную заразу погрузили, там брюшной ТИФ, там СПИД тоже туда накидали, еще там что-то такое, в общем, штук 20, наверное, всяких этих. И капнули кровью этой крокодиловой. И еще это, ну, ткань человеческих органов бросили. Все заразы подыхали, а человеческие органы нормальные от этой крови. Ну, ты-то к чему? То есть, в смысле, я к чему, что, как бы, это, ну, маски-то хорошо, даже, наверное, не очень хорошо, а свою защитную вот функцию организма надо укреплять. То есть, просто там у него говорится то, что надо окислять организм. То есть, это, любая вот эта вот зараза, она имеет, как бы, такое, растительное происхождение. И не... Не любит, в общем, кислоту. Ну, сложность медицины в том, что у одного закисленный организм, у другого защелощенный, у третьего еще какой-то. И нельзя одним советом, всем скопом давать рекомендации. Поэтому здесь я воздерживаюсь от комментариев. Кушайте чеснок, занимайтесь спортом, да, иммунитет, имбирь, лимон, витамины, и тогда, конечно же, никакая зараза к вам. Уксус? Молочная сыворотка? Я понял. Знаешь такой анекдот? Поздно пить боржоми. Да вот это никогда не понял. Люди не хотят заниматься профилактикой, а хотят, типа, вот заболели, и дайте, чтобы мы ничего не делали, и выздороветь. Ну, понятно, да. Вот, в общем, в этой ситуации как раз о том и напоминание, что лучше хорошо заниматься профилактикой. Потому что, если твое состояние организма такое, что его поразил вирус и так далее, пей, не пей, уксус уже остается только тело замочить в уксусе, и все. Сколько надо этого уксуса выпить? Ну, и так далее. Ну, в общем, акцент на профилактику. И акцент на то, чтобы заниматься частными лабораторными работами, потому что никакая капиталистическая система свободу от энергетической зависимости нам не даст. Вот. Поэтому благодарю тебя, что ты написал, что ты делишься, исследуешь. Ты в Ульяновске? Да. Вот. А что там, единомышленники нашлись у тебя или нет? Ну, как бы, нет, нет. Ну, вот, благодаря этому сюжету, глядишь, и найдутся единомышленники в Ульяновске. Так, мне нужна работа. То есть, сейчас у меня сложная ситуация, что вот, я работу потерял. И, соответственно, мне нужно, добавь ко всему, я опекун, то есть, у меня, ну, такая ситуация, что инвалид еще у меня есть. За ним должен присматривать. Ну, по работе я тебе ничем не помогу. Ты дистанционно можешь работать или что? Да, 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 да. А какая твоя дистанционная работа? Ну, как, вот, я, по образованию, женер, самолет-строитель. То есть, механик. Угу. Могу программировать, то есть, я вот это вот, как эти, контроллеры программировал для того, чтобы сделать это устройство управления. Угу. Могу, ну, то есть, в общем-то, знаю все технологии практически. То есть, сам долгое время работаю в строительном бизнесе. То есть, производство пластиковых окон, строительство, такое. то есть, ну, может быть, кто-то из зрителей чем-то сможет быть полезен друг другу, вы сможете быть полезным. Ну, ладно. В общем, это, как бы, такой вопрос вторичный. Просто я думаю, что вот мне надо что-то сейчас решать, и, соответственно, я могу вот это все в сторону подвинуть, или, наоборот, пытаться вот искать, с кем-то взаимодействовать, и мне поставить такие условия, что это, как бы, вот информация по этому преобразователю, допустим, только им. И поэтому я хотел бы вот предварительно, чтобы поделиться с людьми, чтобы это не, ну, не ушло как-то, не закрылось те мои доработки, которые я сделал. Благодарю тебя. Это очень гуманно. Это очень правильно. Хорошо. Давай, я сейчас выкладываю материал и ссылочку тебе пересылаю. Благодарю тебя. Тогда на связи. Хорошо. Ладно, сейчас пока. Пока-пока. Спасибо. Ну, в общем, дорогие друзья, все вы слышали. Так что, думайте, смотрите работы Ивана Копец. Ко-пеца. Вот Иван Ко-пец. Ну, и будут пишите, я вас соединю напрямую тогда, если кто-то будет заинтересован. Большое спасибо, стоп снято. Иван Ко-пеца. Спасибо. Спасибо.